Здравствуйте! В эфире программа День города в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. И снова запах со стороны Дягилева. Когда проблема будет решена? ЗАГС вместо похоронной фирмы – свадебное торжество Паряжски. Очередная авария в центре Рязани. Снова отличились мотоциклисты. Город вновь благоухал. Все выходные – это стало темой номер один в интернете. Работа на полигоне в Дягилево еще не закончена. Пять гектаров куриного помета продолжают источать неприятный запах, на который жалуются рязанцы. Валерий Седов узнал, как долго горожанам терпеть эти ароматы. Всего в нескольких минутах съезды от города через кукурузное поле находится основная причина зловонного запаха. Это полигон, на который, по словам специалистов в течение 15 лет, сбрасывали отходы жизнедеятельности кур в ближайший завод «Бройлер». Четыре года эта масса спрессовывалась и разлагалась. Теперь начала дымить. От города до поля считанные километры. Первое сообщение о неприятном запахе появилось еще две недели назад, 3 августа. Тогда сюда и прибыли сотрудники МЧС и Министерство природопользования. Открытого огня здесь не было. Только очаги дыма. Их тушением и занимались пожарные. Весь процесс находится под контролем. С момента обнаружения, значит, первой заявки мы организовали реагирование, потушили. Сейчас мы ежедневно два раза в день выезжаем сюда. С утра, обедом, после обеда. И контролируем весь этот процесс, дабы исключить выявление повторных тлений. Александр Савуков сравнивает все это с торфом. Снаружи 30-сантиметровый слой золы, под которым держится высокая температура. Поэтому дым периодически возникает в разных местах. Потушить такое поле оказалось непросто. Вблизи никаких водоемов нет, поэтому одна полевомоечная машина сменяет другую. Сейчас на полигоне ведется круглосуточное наблюдение. Ходить по такому месту опасно. Нога легко может провалиться под золу. Поэтому для тушения отдаленных очагов задымления была привлечена военная техника. А именно вертолет. Весь полигон в 15 гектаров принадлежит Министерству обороны. И они оказывают активную помощь в тушении. Так на поле постоянной дежуре два пожарных расчета от ведомства. Как бы ни ликвидировали очаги возгорания, запах все равно остается. Теперь здесь также постоянные гости. Это представители Министерства природопользования. В настоящий момент лаборатория проводит замеры с подветренной стороны данной горящей свалки, так называемой отходов. Министерство взято данный вопрос на постоянный контроль. Периодически осуществляются выезды лаборатории. Один раз был зарегистрирован высокий уровень содержания СО в атмосферном воздухе. Но он находился в пределах погрешности прибора, в пределах нормы. Дурно пахнущие вещества эту лабораторию ловить не может. Здесь нужна другая, так называемая альфаметрическая. Тем не менее, мониторинг воздуха проводится постоянно. В настоящий момент никаких превышений не зафиксировано. То есть, если ПЦО определенный, допустим, концентрации 5, то сейчас текущее показание 1,9. Вот НО, например, 0,4 ПДК, а сейчас показание 0,01. То есть, сейчас вот все в пределах погрешности, ну, то есть в пределах нормы. Андрей Машинистов уточнил, что запах, который чувствуется в городе, распространяется именно от полигона в Дегилеве. Это подтверждает и розы ветров. Стоит отметить, что заборы воздуха проводились и в городе. Одна из станций министерства находится в Канищево. Также пробы воздуха брали и на Народном бульваре. Нигде превышение норм ПДК не обнаружено. Что примечательно, горит не весь полигон, а только его часть. Вот только назвать точную площадь пока невозможно. К тому же, как оказалось, дым идет не только с этого участка. Недалеко от первого полигона находится и второй, меньший по площади. Здесь также тлеют остатки куриного помета. А из-за запаха находиться рядом с ним просто невозможно. Сотрудники МЧС сейчас активно занимаются заволачиванием полигона. Говорить, когда будет поставлена точка в этой истории, никто из них не стал. Возможно, еще долгое время весь этот участок так и будут окрауливать. Ведь дальнейшую судьбу этих отходов жизнедеятельности до сих пор обсуждают. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Природоохранная прокуратура проверит предприятия, которые осуществляют хранение, транспортировку пестицидов и агрохимикатов. Такое решение было принято, потому что проверки, проведенные ранее, показали, большинство таких предприятий нарушают законодательство. Сегодня прошла первая проверка. Подробности у Дины Исляевой. Агрохимикатами не пользуются, только растомаживают и складируют. Это предприятие, расположенное в Южном промузле Рязани, работает с крупнейшими мировыми производителями пестицидов и агрохимикатов. Из Рязанской области их развозят по Центральной России. Не нарушены ли правила складирования и выяснит надзорное ведомство. Прокуратурой с привлечением сотрудников органов контроля будет дана правая оценка законности нахождения в данных помещениях складах. Будет дана правая оценка соответствия складов, установленным требованием норматива с предназначением для хранения от пестицидов и агрохимикатов. Сейчас на предприятии тихо. Основной поток клиентов приходится на период с февраля по июнь, когда начинается посевная и идет подкормка о зимах. Однако склады все равно заполнены. Храниться некоторые химикаты могут до трех лет. Приедут представители природоохранной прокуратуры и на другие предприятия, обращающиеся с химикатами. Предметом проверки будет являться соблюдение условий хранения пестицидов и агрохимикатов, законности применения данных пестицидов на территории Российской Федерации, соблюдение всех установленных требований и правил при разгрузке, погрузке, трансграничном перемещении пестицидов и агрохимикатов. Итоги проверки будут известны через неделю. Предприятиям, которые нарушают природоохранное законодательство, придется заплатить штрафы. Дина Ислева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Белые тапочки или белое платье – таким странным вопросом задаются жители города Ряжска. С одной стороны комичная, с другой стороны печальная ситуация сложилась именно в этом городе. По словам местных жителей, здание ЗАГСа закрыли, а в качестве альтернативы предложили очень неоднозначный вариант. Жители крайне недовольны. Подробности далее в сюжете. По словам жителей города Ряжска, вопрос с дворцом бракосочетания и раньше стоял остро. Здание было настолько некрасивым, что праздничные фотографии получались далеко не торжественными. Молодым приходилось ездить, расписываться в другие районы. Сейчас здание отделали сайдингом и повесили вот такую табличку – аренда 46 квадратных метров. Если раньше молодожены выбирали другие районы для заключения официального брака лишь потому, что внешний вид здания ЗАГСа не устраивал, то сейчас место, куда перенесли дворец бракосочетаний, люди вообще обходят стороной. Сейчас ЗАГС перенесли вот в это здание. Если честно, у нас его найти получилось не сразу, а по словам жителей буквально два года назад. В помещении, где сейчас расписывают молодых, находилась похоронная фирма. Мы приехали в Ряжск как раз в субботу. Казалось бы, самое время для свадебных торжеств. Но сколько мы не пытались, ни одну пару не нашли. А сам ЗАГС вообще оказался закрыт. Жителей это не удивляет. Они говорят, что молодожены готовы расписываться где угодно, только не в этом помещении. Молодежь даже едет в Хрущево, в Кораблино, в Волневск расписываться. А здесь никто не хочет, не желает. Надо ЗАГС хотя бы куда-нибудь. У нас есть места хорошие, а никто не хочет делать. И ЗАГС сделали хороший. Потому что ЗАГС для молодежи горд, чтобы развивался. А теперь поглядите, куда ЗАГС перенесли. Наши люди ездят в Кораблино, в Волневск. Ну наши люди, что молодые, хуже? Они не хуже, они хорошие, все прекрасные. Ну неужели в аренду сдавать все-таки помещение было? Мы решили связаться с представителями Ряжской администрации и узнать, что они думают о сложившейся ситуации и собираются ли что-то менять. Вот что нам ответили по телефону. Скажите, пожалуйста, вот люди нам пожаловались в Ряжске, мы были в субботу по поводу ситуации с ЗАГСом. Что там произошло, почему в такое помещение перевели? Есть ли вообще какие-то варианты, что будут ЗАГС хороший строить? Ну вообще-то это полномочия области, но есть проект, разработан переоборудование помещения, помещение бывшего профессионального училища. Вот проект этот постоянно подается в областную строительную программу области, но, к сожалению, пока не выделяются деньги на переоборудование этого помещения. Но вот сейчас жителям вы что можете сказать? Все-таки как-то будете вы искать пути решения? Конечно, будем стараться. Справедливости ради стоит отметить, что жители Ряжска видят не только негативные моменты, они отмечают и положительные изменения в городе. Мы находимся в городе Ряжске на центральной площади Советской. Место это примечательно тем, что еще год назад выглядело совершенно иначе. Благодаря инициативе молодежи площадь полностью преобразилась. Теперь центральная площадь действительно утопает в цветах. Фонтан стал любимым развлечением для детей, да и лавочки оказались кстати. Здесь прекрасный фонтан, чего у нас в городе вообще не было никогда. Все их это очень радует. Сейчас мы наблюдаем, что началась реконструкция городского парка, а также реконструкция района в Дом культуры. Площадь, я помню, в 60-х годах, в конце, она преобразилась очень положительно, так же, как и город. Вот, все цветет. Ну, конечно, честно говоря, не хватает вливаний. Вообще-то за последнее время-то преобразился город. Магазинов стало больше все-таки. И сюда приходят с детворой, тут вот иной раз приезжают эти для детворы, вон, всякие игры, все такое. Какие бы проблемы ни встречались, жители Ряжска уверены, их город самый лучший. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Фестиваль «Небо России-2018» завершился и оставил в памяти рязанцев не только красивые воспоминания, но и рекорд страны. В воскресенье пилоты сразу трех тепловых аэростатов поднялись на высоту почти 9 тысяч метров. Среди рекордсменов оказался рязанец Александр Маврин. Рекорд фиксировали спортивные комиссары. Собранный пакет документов в настоящее время отправлен на официальную регистрацию. Рязань впервые принимает форум древних городов. На разных площадках в течение недели будут обсуждаться проблемы населенных пунктов, которым более 500 лет. В Рязань приедут представители 40 древних городов из разных стран мира – Германии, Италии, Греции, Франции и других. Рязанскую область на форуме представит областной центр, а также Пронск, Ряжск и Касимов. Открытие форума состоялось сегодня в Рязанском Кремле. Город для системы аренды исторического здания за рубль работает. Наиля Хафизова приехала на форум древних городов из Казани. Рассказывает людям, которые готовы вкладывать силы и средства в ремонт зданий, имеющих культурную или историческую ценность, представляют налоговые преференции. Кроме того, здания, которые они сохраняют, они в последующем смогут выкупить. Эта работа ведется с 2010 года. Много памятников были восстановлены благодаря такой системе. В Рязань Наиля приехала, чтобы поделиться опытом. Проблемы сохранения исторического наследия в целом, все знаем, что они различные, различные у них и отношения законодательства системы охраны. То есть очень было бы интересно вообще обменяться с коллегами мнениями и какими-то секретиками сохранения. Ну и плюс популяризация тоже очень интересна, каким образом осуществляется. Также рассказать, как мы это делаем. В первые дни форума 13-14 августа пройдет конференция, посвященная сохранению и развитию древних городов. Ее участниками уже заявлены эксперты из Беларуси, Сербии, Турции, Узбекистана. Официальное открытие форума состоится 15 августа. 16-18 августа состоится гастрономический фестиваль. Кроме того, в Рязани пройдут концерты, спектакли. Закроется форум 18 августа большим шествием, который стартует от площади театральной. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В центре Рязани произошла очередная авария с участием мотоциклиста. Водитель двухколесного транспорта на большой скорости врезался в легковой автомобиль. К счастью, все участники происшествия остались живы. По факту ДТП сейчас проводится проверка. Инцидент произошел сегодня ночью в 0 часов 10 минут на Первомайском проспекте, напротив дома 1 дробь 117. Видео с места аварии разместили в социальных сетях. 21-летний житель Московской области, управляя мотоциклом «Ямаха», двигаясь со стороны площади Победы в направлении площади Ленина, по предварительной информации, завершая маневр на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с двигающимся по улице Синная со стороны улицы Семинарской в направлении улицы Маяковского, автомобилем «Део Некси» под управлением 23-летнего жителя Рязанской области. Водитель мотоцикла, его 19-летняя пассажирка и водитель машины получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Статистика по дорожно-транспортным происшествиям с участием мотоциклов далеко не утешительная. С начала года в Рязанской области произошло 96 ДТП с участием мототранспорта, в результате которых 7 человек погибло, 112 получили ранения. По данным ГИБДД, среди причин, которые сопутствуют ДТП, основные – это отсутствие прав управления дорожным средством без шлема и алкогольное опьянение. Как правило, мотоциклисты – это один из самых таких тяжелых контингентов, потому что скорость большая, защита кроме шлема никакой. Если с чем-то столкнулся или выпадение, то переломы бывают крайне тяжелые и, как правило, их бывает несколько. По словам врачей, при скорости более 100 км в час шансов на выживание у любителей быстрой езды практически нет. Чтобы уберечь от гибели или, в лучшем случае, инвалидного кресла не только себя, но и своих близких, в первую очередь нужно думать о безопасности, а не об острых ощущениях. Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Не для всех август – это последний месяц лета. Скорее, еще один месяц полный насыщенного отдыха, приключений и новых знакомств. Например, для детей в летних оздоровительных лагерях, где недавно началась смена. Под звуки главной песни лагеря дети выходят из своих корпусов на общее построение. Сегодня у них особенный день – открытием лагерной смены. В этот лагерь они собираются не просто поиграться, побегать, а именно поучиться, научиться новым навыкам, возможностям, научиться строить коллектив, научиться работать в детской организации, научиться создавать мир вокруг себя. Потом они поедут в свои города и школы, и там будут применять полученные знания. В лагере не отряды, а компании. Всего их 12. Они различаются по возрасту. Здесь дети от 7 до 17 лет. Одна смена длится 21 день. Методисты лагеря утверждают – здесь ребят ждет нетипичный отдых. Каждый день у нас тематический. Он посвящен чему-то конкретному. Это дни о спорте, дни о творчестве. Мы будем стараться провести как те дни, которые для нас традиционны, и также новые дни, которые впервые мы проводим. Мы попытаемся ребят удивить, а главное сделать так, чтобы что-то новое они узнали, чему-то научились. Главная линейка, как и положено, проходит на центральной площади лагеря. Здесь выстроились все 12 компаний. Русские богатыри, гномы, секретная служба пламенного. У каждой компании свое название и девиз, а также эмблема. И хоть все они такие разные, сейчас ребята единое целое. Все их эмблемы легко собираются в одну большую. Это костер – главный символ лагеря. С открытием смены ребят поздравили приглашенные гости. Ваша смена только начинается. Пусть она будет яркой, интересной, насыщенной какими-то очень хорошими делами. Пусть вы за эту смену успеете сделать столько, что потом в течение всего года вы этими делами будете зажигать ребят в своих школах. И сделайте очень много нового и интересного для того, чтобы жизнь в наших школах била ключом. Смена лагеря «Актива пламенной», в отличие от других детских оздоровительных лагерей, всего раз в году. Однако, как и в других детских оздоровительных лагерях, программа насыщена спортивными развивающими мероприятиями и играми. Не случайно дети возвращаются сюда снова и снова. В городе скучно, здесь новые друзья, новые знакомства. Мне очень нравится этот лагерь. Здесь очень теплая и любящая атмосфера, очень добрый и любящий вожатый. И после первой своей смены я поняла, что это то место, в которое хочется возвращаться снова и снова. Качественно организованные мероприятия, слаженная работа вожатых, хорошие дружные отряды. Много друзей, вожатые классные. Я тут отдыхаю третий раз и я сюда приезжаю только потому, что мне тут очень нравится. Именно атмосфера, которая тут находится. Мы постоянно занимаемся каким-то делом, вырезаем что-то, лепим, клеем. Всего в Рязанской области несколько десятков летних оздоровительных лагерей. В каждом из них несколько смен. А это летний отдых вдали от шума машин и городской суеты. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте караси62.ру Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok